Химчане, которые получали компенсации за ЖКХ, могут не беспокоиться о продлении услуги. Из-за пандемии правительство России внесло временные изменения в правила предоставления субсидий. Жителям городского округа, у которых по документам закончились выплаты субсидий в апреле или закончатся в течение нескольких месяцев до 1 октября, не нужно заново собирать справки. В течение полугода им по-прежнему будут выплачивать компенсации за ЖКХ. Продлить субсидии мы должны на следующие 6 месяцев без заявительного порядка. И таким образом мы уже продлили субсидии с мая, с апреля и начали продление субсидий с июня месяца. Здесь важно понимать сроки следующей подачи документов. То есть те, у кого субсидия продлена с апреля месяца, должны предоставить в следующий раз документы с 16 сентября по 15 октября. У кого продлена субсидия с мая, должны предоставить документы с 15 октября по 15 ноября и так далее. Что же касается граждан, которые впервые планируют подать заявление на получение субсидии или тех, кто брал перерыв, сделать это можно на портале госуслуг самостоятельно или через доверенное лицо. Доверенность достаточно оформить в рукописной форме. Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг, иметь подтвержденную учетную запись. Заявление подается на региональный портал госуслуг Московской области, адрес в интернете услуги.мосрек.ру. Также заявление может подать доверенное лицо, как представитель заявителя, через свой личный кабинет, также на региональном портале госуслуг Московской области. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Заявитель может быть как собственником помещения, так и нанимателем по договору, как в частном жилищном фонде, так и в государственном или муниципальном жилье. И еще такой момент. Не должно быть задолженности за жилое помещение коммунальной услуги. Либо, если задолженность имеется, должно быть заключено соглашение по постепенному погашению задолженности. Это заключается соглашение с управляющей организацией. Величину компенсации за ЖКХ каждому назначают индивидуально. Все зависит от состава семьи, доли собственности, размера дохода и наличия льгот. Консультацию можно получить по телефону отдела планирования организации выплат субсидии. Кроме этого, задать вопросы можно по электронной почте. Добавим, с начала года в Химках помощь получили уже 3000 семей. Общая сумма выплат – 27 миллионов рублей. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.